После капитального ремонта городской дом культуры вновь готов открыть свои двери для жителей районного центра. Почти полтора года зрители и культработники ждали этого грандиозного события. На обновление было потрачено более 40 миллионов рублей и результат не может не радовать. Городской дом культуры теперь не узнать. Первое изменение, которое сразу же бросается в глаза, это вход. Теперь он находится вот здесь, сразу же как спускаешься с моста. То есть он вернулся на свое историческое место. Зрительный зал теперь по-театральному светлый и уютный. Ну а там дальше за сценой находится новая абсолютно студия звукозаписи. В общем смотреть не пересмотреть, сколько здесь всего нового, интересного и классного. Все эти обновления были бы невозможны без поддержки и непосредственного участия Министерства культуры Новосибирской области и губернатора Андрея Александровича Травникова. Столь масштабные работы в учреждениях культуры региона в последние годы ведутся все чаще и чаще. Ремонтируется, строится капитально и реконструируется очень большое количество учреждений. Только вот на сегодняшний день у нас в ремонте около 60 учреждений. Мы начинаем также и новые стройки, и делаем реконструкции. Получилось очень такое современное здание дома культуры. Я бы даже назвал маленького такого дворца культуры. Думаю, где комфортно будет и работать персоналу этого учреждения, ну и конечно же приходить сюда жителям города Татарска, да, и в принципе жителям всего Татарского района. Обновилось в доме культуры буквально все. Это касается и облика ДК, как внутреннего, так и внешнего, и аппаратуры, и других факторов, очень важных для комфортного пребывания в учреждении. Я вам могу сказать, самое главное, ключевое изменение, что в городском доме культуры теперь тепло. Да, это самое главное. Во-первых, почему? Потому что полностью заменена система отопления. Обшит ДК и утеплитель, то есть утеплен фасад полностью новый, да, вы видели сегодня фасад. Это все влияет на потолок утеплен, да. Это основное изменение электричества, тепло, то, что необходимо артисту, то, что необходимо зрителю. Ты хочешь выступать в теплом помещении, ты хочешь сидеть в теплом зале, да, это самое главное. Ну и второе, ну, наверное, материально-техническая база. Я вам хочу сказать, что, наверное, ни разу такого выделения финансовых средств именно на материально-техническую базу не было в истории Татарского района, да. Но новый дом культуры без профессиональных работников – это просто красивое здание, а в ГДК с этим проблем нет. Коллектив здесь сформировался уже давно, и теперь он вновь готов дарить благодарному зрителю новые яркие мероприятия. Мы, бродячие артисты, у дороги день за днем, и фургончик мой чистым – это наш привычный дом. Не великие таланты, но понятные и простые. Мы певцы, музыканты, а грабаты и шуты. Редактор субтитров А.Семкин